Этот фильм снят для тех, кому интересно в моменте здесь и сейчас осознавать, как формируется реальность. Это с одной стороны. С другой стороны, этот фильм снят как учебное пособие для тех, кто имеет аутоиммунное заболевание. Любое. Аутоиммунное заболевание – это про борьбу самого с собой. И у вас есть шанс к концу фильма осознать, как вы боретесь с собой, как в этом задействовано ваше тело и как вы убиваете сами себя. Итак, для вас. Поехали. Здравствуйте, Дарья. Добрый вечер, доброе утро. У нас, да, у нас утро. Расскажите свою, пожалуйста, историю, с чего все начиналось, как вы узнали про инфодайвинг и какой у вас был диагноз проблемы. Про инфодайвинг я узнала 4 года назад через друга мамы, который помогал монтировать вам видео. И он был очень в восторге от всего этого инфодайвинга. Когда были фильмы про детей, и он рассказал моей маме об этом. И мы очень заинтересовались просто, в принципе, вашим прогрессом именно в этом направлении. И начали смотреть какие-то видео, то, что вы постили. И потом уже инфодайвинг более расширился и стал заниматься не только детьми, но и разными другими болезнями. Я помню, у нас был один из вебинаров, как можно правильно желание загадывать. Но разные там были моменты, то есть 4 года назад, в которые мы участвовали, с удовольствием. И таким образом мне подать вошло в жизнь. Первая консультация, взрыв мозга, такая легкость, такое счастье по всему телу. Там, я помню, я бегала около работы, и у меня прям, ну, как говорят, банально, да, пела душа. Но так на самом деле и было. И насчет диагноза, есть разные моменты, один из которых, как бы, я до сих пор еще работаю, над которым это иммунное заболевание. А другой момент, над которым мы плотно стали работать уже в том году, в прошлом году, именно с инфодайвингом, с Ириной и Натальей, это мы очень хотели родить ребенка и не забеременеть. У меня не получалось, 2 года. Врачи говорили, что шансов там 0, 0, 0, то есть, грубо говоря, никаких. И единственный вариант – это ЭКО. Вот, и я всколько сопротивлялась, потому что я знала, что я молодая женщина с нормальными циклами, всеми разными моментами, что я знала, что я все-таки смогу забеременеть сама, но это никак не получалось. Мы обратились к Наталье с Ириной, и мы работали на один из курсов, который у них был, на платформе Сабришин, на котором они как раз пытались, вернее, работали лично со мной, и, я не знаю, как правильно сказать, но позволяли ребенку, да, в душе ребенка, прийти к нам. Оказалось, что у нас в роду, все это было отрублено и у мужа, и у меня. То есть, у нас не должно было быть, по идее, детей. Все у нас в роду, там, моя кузина, и, с другой стороны, тоже, у них никого нет детей. И когда мы уже как бы отчаялись, и мы уже спросили как раз именно ее, мы работали с нашим родом, то есть, Ирина и Наталья работали с нашим родом, именно с моим родом, с моим родом мужа, и сделали мою маму родоначальницей, отрубили все вот это вот, то, что там, кармой, все это, то, что было написано такое, что, как бы, не возможно, будет бесплодие. И потом я прошла в курс, где, с проработкой, то есть, была с проработкой каждого участника. Я не могу сейчас вспомнить название, могу посмотреть по форме потом. в том году, это было в ноябре, и в ноябре Ирина как раз смотрела именно лично меня и сказала, что все будет хорошо, что ребенка мы, что придет ребеночек, а на самом деле двоих деток к нам позвали. И она все время говорила, что будет два, что она любит два, номер два. И мы пытались, то есть, у нас были попытки в конце прошлого года уже два года, то есть, когда ты два года пытаешься забеременеть в моем возрасте, там, 30 лет, это уже много очень, то есть, это уже действительно ставится в бесплодие. Вот, и в конце года, в ноябре, в декабре у нас ничего не получилось. А потом, в январе, третья попытка, как раз увенчалась успехом, и доктор увидел два плода, как говорила Ирина, два, все время в феврале, два, двойка, то есть, официальный диагноз поставили именно в феврале, не диагноз, а беременность, да, определили именно в феврале с двумя детками в 2022 год. То есть, в 21-м детки не захотели прийти, пришли в 22-м, в 22-м году, как Ирина и говорила. И, конечно, это было просто, ну, что-то невероятное, потому что мы не ожидали, сколько здесь врачей говорили, что это невозможно, и с моим аутоиммунным заболеванием это невозможно, поскольку мне откажут почки, там, ни в коем случае нельзя беременеть, не выношу, там, ну, что только плохого не говорили. И Ирина с Натальей, как бы, никогда мне, никогда не говорили, не чинили никаких препятствий, грубо говоря, всегда было открыто. Меняйся, меняйся, они работали, моя работа, там, работа нашего рода, там, моя мама тоже работала с Ириной, с Натальей очень долгое время на консультациях. И вот это случилось. Двое деток, и, к сожалению, второй ребенок не получился, там был исчезающий плод, то есть там не получилось второму ребенку развиться, но, тем не менее, это было, ну, когда я узнала, что там два, я просто, у меня крышу снесло, конечно. Ну, вообще, вот, а вы как поверили, то есть, ну, как бы, большое расстояние, как бы, люди работают бесконтактно, как в это можно поверить вообще? Ну, знаете, я, то есть я, у меня, например, мое хроническое иммунное заболевание уже в 9 лет, то есть это, то есть достаточно давно, и что бы я только не пробовала, куда я не ходила, и к врачам, и светилам, и в Москве, я из Москвы, и здесь, и мы делали разные какие-то там квантовые, ну, что угодно, да, можно назвать, и ничего в это не приносило никаких плодов, пока как-то уже это начало влиять на мою, ну, как бы, на женское здоровье, да, когда не получала даже забеременеть, вот, и когда мне все врачи уверяли здесь, что, как бы, нет, всё, ну, не будет у тебя детей, или только через ЭКО, вот, мне оно взяло, во-первых, это на зло, это раз, а во-вторых, действительно, та работа, которую Инна с Натальей и они делали, то есть это было в том моменте как-то, то есть какие-то импульсы идут в тебе, то есть ты не мозгом это понимаешь и веришь, то есть ты себе головой будешь думать об этом, ну, какая фигня, да, ну, как такое может быть? Ну, когда ты работаешь в процессе, когда много людей с тобой идёт в проработке, все в этой загрузке, Инна с Натальей говорят какие-то вещи, ты сидишь с закрытыми глазами, вот ты пытаешься погрузиться, я пытаюсь, я не такой профессионал, который может прям погрузиться, всё получается, нет, мне не получается, но ощущения в теле, да, именно в тот момент, когда это всё происходило, были, ну, до слёз, да, то есть это как бы слёзы в глаз, какие-то тут искры, и ты просто не веришь, я пошла потом в офис к мужу, мы сейчас работали там с группой, я говорила с группой, чтобы к нам пришёл ребёнчик, вот, и мне кажется, что всё получится, ну, и всё, и каким-то образом как-то это всё, это нельзя объяснить словами, это нельзя сказать, что вот я вот мозгом, да, какие-то верю, я не верю, а именно по ощущениям, именно в теле идут какие-то моменты, которые трудно объяснить, но они, они есть. По автоиммунному заболеванию есть результаты какие-то? Это очень сложная работа, работа над собой, нужно иметь все привычки, свои отношения ко всему, и для меня это пока ещё процесс, который я прохожу через там, упала, встала, упала, встала, то есть конва и всё, что нужно делать у меня есть через консультации, которые Ирина и Наталья делали, сколько раз они давали мне обратную связь через WhatsApp, да, просто вот пишешь Наталье и Ирина, они как бы тебе отвечают, вот, то есть это всё есть, то есть все, как говорят американцы, tools, да, инструменты у меня есть в руках, но пока мне не получается полностью исцелиться и, ну, как бы избавиться от этого заболевания, и я думаю, что это получится, но пока мы медленно, упорно идём к этой цели. Практики какие-то делаете, да? О легализации чувств я бы сказала бы сейчас, вот, мой фокус будет на легализации чувств в основном. Практика зеркала я делала, да, я делала практику зеркала, я делала там различные погружения, которые через вот Submission, там всякие курсы, клубы, вот, но я думаю, что именно мне нужно работать над своими реакциями и вот именно как через легализацию чувств, потому что всё идёт как вот в электрике, да, по одной этой, по одному кругу, да, по circuit этому, когда там идёт, и ты как бы по привычке как, ну, реагируешь. Вот это вот, из этого круга надо выйти, а это могу сделать только я, то есть ни Ирина, ни Наталья за меня это не сделают, то есть если я реагирую на какие-то вещи одним, в одном ракурсе, то есть никто за меня это не сделал, я должна над этим работать, а у меня лень, наверное, да, лень, ну и опять же, те же привычки, которые трудно искривить. Постоянная борьба Даши самой с собой, она просто изумляет, и при этом она не слышит, что бы мы говорим, не говорим ей, Даша, перестань бороться, Даша, перестань бороться, Даша, увидь, Даша, услышь, услышать и почувствовать себя. Вот этот момент, когда я внутри искажаю, когда я начинаю бороться, ведь в это время реагирует ваше тело, и вы начинаете бороться сами с собой. Вот этот момент борьбы, если вы его прочувствуете, то в следующий раз момент, когда хочется ряхнуть на мужа там, Даши, или же сделать что-то, или мужу хочется Даши там что-то высказать, свое мнение, когда она его не ждет и не просит, вы говорите себе, стоп, 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 что я делаю, зачем мне это сейчас? Я сейчас вижу в муже отражение своего внутреннего мира. И Даши, чтобы легче было понять, вот Даша там говорит про доченьку, доченька, солнышко, классно, она такая хорошая девочка. Даша, ведь в это же время, это же ваше отражение, это же ваше зеркало, это же вы. Ваш ребенок. Это ваш внутренний мир, он такой хороший. Вспомните про него в тот момент, когда вам захочется ряхнуть на кого-то. Вспомните про вот этот внутренний мир. Свою доченьку, ваше зеркало, которое говорит, вот такой у меня внутренний мир. Да, она сейчас именно чистое-чистое, ваше зеркало, тот, который в вас спрятан, который вы прям... Спит спят внутри ребенка. Это доченька, это не я. Но в процессе борьбы вы его пытаетесь забыть. И тут дочка приходит и говорит, вот я, вот смотри, мама, какая ты. Какая ты чистая сейчас внутри. Я же тебе пришла показать. А зачем ты снаружи борешься? Зачем ты воюешь со мной? И в это время, стоп, я с собой не воюю. Я осознаю, что я сейчас делаю лопасть. И каждый раз не подавляю себя, а осознаю, что я хотела сейчас. Могу ли я это сделать сама? Могу ли я что-то изменить? Как я могу поступить иначе, чтобы остаться в благодарности к своему мужу? В благодарности, больше не надо. Хотя бы в этом. На самом деле, если я... Вы видите, как изменится ваша жизнь. Вы вдруг мужа слышать начнете? Пробки повыбирают, повыбивают короткое замыкание. Если же я кричу на своего мужа, то это я кричу на свое отражение. То есть я недовольна. И ты кричу на свою доченьку. И на доченьку, да. Вот, а, да, кстати. То тогда я кричу на свою доченьку. Вот представьте, что вы кричите, ругаетесь с мужем, да? А на самом деле вы ругаетесь на свою доченьку. То есть это же отражение вашего мира в этот момент. Внутреннего, чистого, красивого мира. И вы его загрязняете недовольством, еще какими-то претензиями и так далее. Замените претензию на благодарность. Просто каждый момент здесь и сейчас осознанно замените претензию на благодарность. Я благодарю своему мужу. Он отражает мне меня. И если сейчас это не будет сделано, я это могу сделать сама. А может, это и не надо делать. И я осознаю то, что я могу делать сама. Я делаю сама через призму благодарности к мужу. И вы увидите, как муж захочет вам помогать. Потому что в этот момент вы будете благодарны сами себе. А как же не помогать человеку, который благодарен сам себе? Который любит сам себя? Который ценит сам себя? Который ловит кайф от самого себя? И как только вы в это поверите, в это поверит ваш муж. Он-то глазами это видит и мозгами это уже понимает. А пока вы боретесь с собой, у вас будет и с мужем борьба, конфликт. И у себя аутоиммунное ваше заболевание. Расскажите про девочку, про свою. Как она развивается. Оливушке нашей Оливы, я завдалили, ей 10 месяцев исполнилось. Вот недавно, в августе. Ну и мы очень-очень ее любим. Она у нас очень активная. Мне кажется, будет спортсменкой. Может быть, не спортсменкой. Но в прошлом я занималась спортом, баскетболом. Как раз я и заболела от иммунного заболевания. Но тем не менее. Она наше солнышко, наша радость. Она действительно такой разумный, такой осознанный человечек, который пришел в нашу семью, и все в ней души не чают. И наша жизнь круто поменялась с ней. Хочется с ней все изучать, смотреть, как она на все смотрится. И своими глазками хочется с ней так же веселиться, смеяться и играть, как ребенок. Потому что у нее такая энергия. Здорово. А вы там еще упоминали про собаку. Расскажите, что там было? Когда мы делали анализ генетический до рождения Оливии, вообще до всего, то есть в начале, наверное, два года назад, у меня и у мужа обнаружили полуген именно в глухоте. То есть, если, например, они говорят, что где-то 50% рождается ребенок, то возможность глухоты. Потому что у него полген, и у меня полген. Хотя у нас совершенно разные этнические корни. То есть он из Индии, я из Москвы, из России. То есть мы совершенно абсолютно разные. Генетический бассейн у нас разный. Но тем не менее у обоих обнаружили... Вот, я прошу прощения, у нас кот очень активный. Вот. И обнаружили этот ген. И когда я забеременела в феврале прошлого года, Филя, собачка наша, он оглох. Полностью оглох. То есть это было как-то так спонтанно. Ничего такого не предвещало, он не болел, он ничего. У него всегда был отличный слух. А тут он оглох. То есть мы заметили это совершенно случайно, потому что я смотрю, он услышит. Мы повели к врачу, и они сказали, да-да, ну, тут действительно, и подтвердили, что он глухой. И я у Натальи спрашивала, я говорю, как, ну, с ребеночком там, и когда пол тоже определялся, вот. И я говорила про это, вот она тоже сказала, ну, действительно, Филя тоже поучаствовала в этом во всем. Каким-то образом он взял на себя, решил помочь. И, ну, глухота, наверное, не только на генетическом уровне, но и на ментальном, потому что мы оба такие достаточно твердолобые и обные. Глухие к всяким разным, к логике. Поэтому это достаточно так для нас, как сказать, характерность такая, да. Глухота даже не физическая, да, а именно такая вот. Глухота разума. Вот, поэтому Филя решила взять все на себя, оглохнуть, чтобы, по крайней мере, когда Алинушку родится, чтобы у нее все было хорошо. Со слухом. Что-то, может, еще хотите рассказать? Интересное там. Ну, короче, сделала наш день поездка. Это в аэропорт и встреча с Ириной, как родные души. Для нас это было действительно очень-очень, очень-очень важно их увидеть, посмотреть в глаза друг друга и обняться, потому что Алинушка, конечно, я даже не знаю, как это объяснить, но для нас пришла вот, мама, получается, родоначальница теперь, потому что Наталья и Ирина как бы сделали ее родоначальницей, а Алинушка, когда пришла, она продолжила род наш, вот, и мы уверены, что мы и дальше будем продолжать род. И для нас, наконец-то, вот это радостное, позитивное новость и новая жизнь, счастье, свет в нашу жизнь вошел. И для нас, ну, даже не знаю, как это объяснить, очень хотелось нам как-то обняться и поблагодарить друг друга. И это случилось, и это было очень здорово. Отношения с мужем там в семье поменялись после инфодайвинга? Были критические моменты, когда мы думали, что, ну, наверное, не получится, но все равно мы как-то преодолели себя. И даже легализация чувств, закрытая практика, которую недавно была Ирина Наталья выставляла, которая меняет обстоятельства и ситуации, и разрешает ситуации, которые долго могут не разрешиться, она как раз нам тоже помогла. Правда, мама ее делала без себя, но действительно какие-то моменты, которые мы долго не могли решить, на самом деле решились. То есть это было прям вот моментально. Все это работает, надо даже аккуратнее, потому что прям точно такой зарядик идет. Что-то хотите, может, там, для других, для зрителей рассказать, сказать? Действительно то, что ответственность лежит на тебе самому, да, то, что Наталья постоянно говорят, что это очень важно, что ты берешь ответственность на себя и знаешь, что ты создаешь эту реальность, это действительно так. Вот. И то, что мы себе создали реально, что вот у нас не будет детей, вот мы все время играли в эту игру, что с докторами, что будет ЭКО, что будет бесплодность. И вот мы эту игру оборвали, даже с помощью, да, вот, временной Натали. Вот. И у нас произошло такое светлое, замечательное, счастливое событие. Вот. И только одно это, да, сподвигает и хочется дальше меняться, чтобы действительно жизнь была только позитивная и счастливая, потому что, ну, ты можешь ее создать такой. Как бы то, что ты, на что ты сфокусируешься, и на что ты берешь ответственность, да, если ты берешь ответственность на то, что ты создал от себя эти болезни, ты создал от себя эти отношения, ты создал себе что-либо, что тебе не устраивает в этой жизни. То есть, только ты один можешь над этим поработать. Да, ты можешь получить помощь со стороны, но именно вот главные шаги, которые все это изменят, будут на тебе. Работайте над собой, дорогие зрители. Вот вам пример. Мы никогда не смогли бы стать родителями. Мы стали. Мы счастливые родители девочки. Десятимесячные, которые мы очень сильно любим, души нечаянные. Надеемся, что еще будут у нее братики или сестрички в будущем и ближайшем. И пройдя вот этот путь, ты двигаешь свою точку сборки дальше, 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 дальше. И при этом твое сознание развивается, при этом развиваются твои психические способности. И в какой-то момент ты тогда можешь вот так в свое зеркало взять Дашу, Машу, Петю, кого хочешь, и в своем зеркале отразить, увидеть. Вот здесь и вот здесь у тебя такое искажение. Давай мы его исправим. Мы исправляем это искажение, человек становится искренним, открытым, у него уходит заболевание. Мы это сделали? Нет. Это сделал сам человек. И расходимся мы в благодарности, мы завершаем эту игру в исправлении искажения, и человек счастлив в том, что он его исправил. Просто мы были теми маячками, выставив которые, человек увидел, где он проявлялся. В данном случае, когда же в борьбе сам с собой. И когда человек это видит и осознает, и меняется, у него меняются привычки, реакции, он по-другому ведет себя в жизни, он раскрывается, он становится искренним, открытым, у него появляется обязательно дело по интересу, обязательно, ну просто по-другому не бывает. И тогда он начинает кайфовать от жизни, у него просто пробуждается интерес создавать. Да, у него появляется интерес к своей жизни, к своему созданию, потому что наша жизнь – это наше создание, мы ее создаем. И больше он не обесценивает свою жизнь, больше его тело не грешно, он не обесценивает свое тело, больше он не ужимается и прячется, Он валит на пролом в своей реальности, потому что он кайфует от жизни. Он ухитрит и не обманывает. Это его реальность. Он пришёл в свою жизнь, в своём теле, и он имеет право проживать свою жизнь так, как он выбирает. Но этим правом он может воспользоваться лишь когда он создатель. Когда он робот-автомат, этого права у него нет. Он тогда в конвейере. И выбор человека, будет он в конвейере, или он будет Создателем. Продолжение следует...